Итак, телеканал Итон ТВ. Израиль продолжает размышлять над вчерашними драматическими событиями в Москве. Сейчас на связи с нами журналист, публицист и политолог из Москвы Александр Минкин. Здравствуйте, Александр. Вы были вчера на месте событий? Да, я был вчера на Болотной. Я прошел по Экиманке от метро Октябрьское, от посольства Франции, в общем-то. И вот, все видел своими глазами. И это было очень интересно, потому что, если кто представляет себе Москву, а кто не представляет, может карту открыть, то когда идешь по Экиманке в сторону Болотной площади и доходишь уже до кинотеатра «Ударник», то там надо на Болотную поворачивать направо, а впереди у тебя при этом большой каменный мост. И вот все мы, кто доходил до этого поворота и вдруг видели за спинами ОМОНовцев большой каменный мост, у нас просто отры брала. Там на мосту стояло огромное войско. Не цепь, а просто войско, как в кино, как Александр Невский, когда вот псы-рыцари там собираются, вооруженные с кофе и мечами, и вот там стояла блестящая огромная масса войска. И все, кто это видел в эту минуту, вы такого не видели никогда в жизни. Саша, они были вооружены, какое-то было у них оружие, помимо... За 500 метров не видно, какое у них оружие, но они безоружные-то не ходят. Все-таки вторая мысль, которая, когда вот отры проходила, когда ты видишь эту огромную массу войск, я и на войне не видел, например, думаешь, господи, как же они нас боятся, потому что это стоял материализованный страх властей. Это неприятная еще подробность. Потому что когда я там был в феврале, то все, кто хотел уйти, не дожидаясь окончания официального никакого, а просто вот замерз, предположим, и хочет уйти, он спокойно уходил через Большой Каменный мост, в метро, туда, на Боровицкую, на библиотеку Ленина. В этот раз Болотная была огорожена барьерами, за барьерами, причем к Личу стоял ОМОН, и уйти было нельзя. И когда я специально спросил, я в тот момент уходить не собирался, я специально спросил у ОМОНовца за барьером, я могу уйти, мне все, я хочу уже уехать на метро. Нет, только обратно. И все люди, которые хотели бы уйти, неважно по какой причине, они должны были идти против потока демонстрантов, демонстрантов, которые шли к Болотной. А проход был оставлен очень узкий на этот раз. Если в феврале проход был широченный, не знаю, там, метров 50, наверное, если не больше, то сейчас его сузили, я не знаю, там, метров до двух, до трех, и ты просто ручеек людей, и попробуй пройти против... Так что, получается, что просто каждого человека поставили определенные обстоятельства? Если ты здесь, то ты против нас. Если ты пришел, ты уже против нас, и обратной дороги нет. Я искала ощущение, что ты в некоторой ловушке. Подождите, я свободный человек, я пришел на митинг, когда хочу. Я ухожу с митинга, когда хочу. Мне не надо никакого автобуса, меня же никто не привозил, меня никто не нанимал, никто ничего не устанавливал. Я хочу прийти, когда мне угодно, и уйти, когда мне угодно. И вдруг оказалось, что прийти-то ты можешь, а вот уйти ты уже не можешь. Это было неприятно. Над нами все время вертелись вертолеты. Довольно иногда низко опускаясь, я даже сказал, ну, наверное, на паспорт нас фотографируют. Потому что при современной фототехнике фотографировать лица очень легко. В толпе ехала машина с видеокамерой. И тоже она ехала, обратив эту видеокамеру на идущих. И таким образом фиксировала всех, кто идет. Людям, мне кажется, нормальным людям, не очень нравится, когда их так четко, плотно опекают, когда их так плотно снимают. Возникает, зачем вы это делаете? Ну, наверное, так надо. Сегодня мы увидели продолжение этого страха. Сегодня, если кто видел инаугурацию Путина, то видели, как он едет по абсолютно пустой Москве. Ни души. Люди, которые живут вдоль Нового Арбата и в переулках, не только прямо по Новому Арбату, но и в переулках, оказалось, выйти из дома не могут. Подойти к своей припаркованной машине не могут. Город внутри бульварного кольца, во всяком случае, был разбит на какие-то куски, и люди не могли ходить никуда. Эхо Москвы не могло дождаться своих объявленных в эфире гостей, потому что никого никуда не пускали. Я тоже вот такого не видал. Чтобы так перекрыть весь город, Путин ехал по улицам, где не только были убраны припаркованные машины, но где и людей убрали. Всенародный избранный президент, любимец народа, ехал по столице, очищенный от народа. Ну, хороший начало. Много обещающие... Может быть, даже не начало, а много обещающие продолжения. Так уж даже... Ну да, да, конечно. Я... Так, как раз... Извините, оговорился. Потому что эфигурация как бы толкает на эти оговорки. Конечно, он здесь давно, с 99-го года, без отдыха пашет, гребет на галерии. Но вы знаете, что для меня-то это не новость. Я первый, мне кажется, об этом написал. Потому что... Сейчас скажу. Значит, 26 марта 2000 года были выборы президента. Вот так называемые выборы, где Путина оформили президентом России. А 31 марта, то есть спустя 5 дней, или 4, я не знаю, как считать, от того момента, как московский комсомолец появляется в почтовом ящике, или от того момента, когда он уходит в типографию из редакции. В общем, через 4 дня появилась моя заметка, где прямо сразу было написано, что Путин лет на 15, а то и дольше. Легко убедиться, поднять... Теперь я в книжку эту включил статью. Значит, и было написано, что сейчас Дума примет поправки, продлит срок, и Путин на 15, а то и больше. Так оно и вышло. Вот сейчас уже 12. И еще гораздо больше. Спасибо, Саш. Мы сегодня планировали беседу с Борисом Немцовым, а получилось так, что когда мы ему позвонили, то он вначале сообщил, что... Напомнил нам, что его арестовали ночью, вечером, а ночью отпустили. Мы знали уже об этом. Мы сказали, сейчас же уже день, но он сказал, что задержан он вновь. И поэтому не сможет сегодня побеседовать с нашим каналом. А на самом деле, один из вопросов, который мы хотели ему задать. И, может быть, этот вопрос сможешь рассмотреть и ты. По крайней мере, высказать свою точку зрения. Что же произошло тогда в 1999 году? Просто вернуться, открутить эти 13 лет назад. Почему Ельцин передал, собственно говоря, свои полномочия Путину, и почему он целенаправленно, продуманно объявил его преемником? Зная уже потом последующий путь, Путина, последующие годы путинского управления. Это все более и более, кажется, представляется странным и трудно, казалось бы, внешне трудно объяснимым. Так что тогда произошло? Во-первых, хорошо, что Немцов не смог с вами поговорить, потому что ему трудно было бы отвечать на этот вопрос. Очень трудно. Потому что в 1999 году осенью Немцов шел по улицам под плакатом СПС в Думу Путина в президенты. Немцов выступал тогда везде, где мог, в том числе и по радио, и говорил, лучшего кандидата, чем Путин, для России нет. Вот жалко, что он не сумел сегодня с вами об этом поговорить. А теперь он у нас оппозиционер. Только я думаю, что фигура Немцова на трибуне уменьшает количество желающих прийти на митинг. Это раз. Теперь по существу главного вопроса. Путин не целенаправленно двигал извините, ради бога. Ельцин не целенаправленно двигал Путина. Ельцин искал человека и группа, окружавшая Ельцин, тогда это называлось семья, они искали человека, который обеспечит их спокойное существование без эксцессов, без каких-то там потерь. В общем, все было хорошо. Сначала они думали Степашину. Думали Дернамырден какое-то время. И думали еще про кого-то. И Аятского даже думали. Но потом они остановились на Путине. Это был поиск человека не для России. Это был поиск человека для Ельцина и его окружения. И вот надо всегда понимать, кого они искали. Они искали не для страны, они искали для себя. Сыграла роль, конечно, известная деталь в биографии Путина, когда он Собчаку, на арест которого уже был выдан ордер. А Собчак ну, я думаю, все-таки изображал инфаркт. Собчак срочно лег в больницу и оттуда из больницы его привезли на аэродром и Путин обеспечил его вылет за границу. Лично Путин обеспечил Собчаку бегство. На следующий день Собчак уже без всякого инфаркта давал интервью НТВ как все у него было замечательно, какой он борец с проклятым режимом. Вот это поведение Путина представлялось Ельцину и его окружению свидетельством надежности этого человека. Он, во-первых, действительно надежный в этом смысле. Но еще надо учесть, что если бы Собчак был арестован и следствие бы пошло полным ходом, то и ближайший сподвижник Собчака Путин тоже, вероятно, был бы допрашиваем по некоторым сделкам. Как это называется? Ну, когда международный бизнес, который нам обещает еду, взамен чего-то другого, взамен каких-нибудь стратегических ресурсов. Это не важно. Возьмите доклад Салье и все будет понятно. Вот они выбрали его. Он им все обеспечил, что они хотели. И сейчас он продолжает действовать в том же ключе. Он обеспечивает себя и своих друзей, жертвуя интересами страны. И это доказывает... что не более чем произвольная власть сам воспроизводит новый произвол. От произвола отпочковывается еще одна произвольная власть. есть, бывает. вот смотрите, в Китае считается, что в Китае гораздо более авторитарная власть, гораздо более жесткая. Но экономика Китая растет бешеным тем. И китайцы, насколько я понимаю, и не только китайцы, не уезжают в таких количествах. Из России бегут умные, талантливые, молодые, сто тысяч в год если не больше уменьшают именно молодых, талантливых. А нам подсовывают статистику демографическую, что вот мол население перестало сокращаться или скажем скорость сокращения уменьшилась. Вы простите, уезжают ученые, а приезжают бурники. Ведь эмиграция России это эмиграция из Таджикистана, из Азии, из Киргизии, это приезжают люди, которые копают, которые подметают. А в связи с этим вопрос такой довольно частный. Вот хорошо знают читатели, в том числе израильские читатели о творчестве, о статьях интересной, такой яркой публицистики московском комсомольцы. Вот ты регулярно ходишь на эти митинги, ты ходишь на них как журналист или как гражданин? Я хожу к себе, совершенно точно могу ответить, в избирательном бюллетене на президентских выборах не было моего кандидата, и на трибуне на Болотной площади нет моего кандидата. Я туда иду не к Кенцову и к Навальному, а я туда иду к себе. И таких, как я, большинство подавляет. Потому что я там по дороге с людьми разговариваю, у нас там прекрасное настроение и все такое, но те на трибуне не являются нашими кумирами. Ведь разница между митингами, скажем, на Болотной и на Поклонной, вот где поддерживают Путина, она огромная и многогранная. Во-первых, мы на Болотную идем сами. Нас никто туда не гонит и не приказывает и не просит. Мы идем сами. Без всяких проблем. На автобусах нас не возят, денег нам не платят, и попробовал бы кто-нибудь это предложить. Он был бы совершенно четко определен, как провокатор и негодяй. А туда идут или за деньги на автобусах, или на автобусах бесплатно по приказу начальства. И, конечно, есть там и люди, которые идут искренне поддерживать митинг. Не будем спорить, мы только не знаем, какой там их процент. Вот если бы собрать этот митинг на Поклонной горе, кстати, вчера было даже, судя по тем откликам, которые в интернете, и даже официальные отклики не демонстрируют, не показывают большое количество пришедших. А у нас обещали, что будет ничтожное количество. Все же говорили, все, болотное сдохло, сдулось, никто не придет. Интересно, я поехал. Огромное количество народа. Десятки тысяч. Простой не скажу, но нас снимали с вертолета, и когда МПТ объявило, что, Министерство внутренних дел объявило, что якобы там восемь тысяч, это оскорбительная глупа. Сама площадь, заполненная болотная, она уже предполагает не менее тридцати сетки. Схеманка полная была вообще. Такое удовольствие получается. Ты получаешь удовольствие от того, что видишь сколько людей абсолютно сами. Причем была хорошая погода, майская, теплая, и выходные дни, можно там сидеть в швыках. Ну, Александр, большое спасибо. К сожалению, наше эфирное время стекает. Сейчас еще одну секунду скажу. Вот. Еще одна важная разница между нами и поклонной. Они туда ходят поклоняться Путину, а мы-то приходим к себе. Мы не ходим поклоняться никакому кумиру. Мы приходим, это общество приходит само к себе. Вот в чем главная разница. Ну, и дай Бог, чтобы эта надежда, она, как говорится, не только не умерла, а из нее проросли какие-то черты завтрашнего дня. пройдет когда-нибудь, но Путин надолго, имейте в виду. Спасибо, Александр. Всего доброго. Спасибо. Удачи. До свидания. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова